Я Илья, и я сегодня представляю проект Мастер-Силу, проекта Мастер-Силу. Но, правда, как теплица СЦС-1, я расскажу про недавнюю приятельность в Юрске, и как мне это помогает ее сейчас. Я рад буду оттекать. В ночь на 7 июля в годах на западе Краснодарского края вошли вечные дожди, и пока вода спускалась в год, собиралась в места для этого не назначено, и подходила к Крымску, и уровень поднялся на 7 метров. Большая часть города немного смыла, но почти всем удалось спастись. К вечеру 7 июля в город пришел МЧС и волонтеры, которые в половину здесь собрались и помнили еще со времен пожаров, что МЧС можно не вылетел. Среди этих волонтеров были любители дорожных катушек из персонала. Один из них, Владимир Котейников, заметил, что хотя у волонтеров уже были адреса, у которых требуется помощь, но их карты оставляли золотушек. Там не было не только адресовок, но и часто даже выросли. И он знал, как это исправить, потому что Владимир участвовал в проекте «Обасты Кно». Что это такое? Прежде всего, «Обасты Кно» — это карта. То есть люди, которые адресуют и входят. Идея, что каждый может посмотреть в окно или в проекте с какого-то местного рисователя на карте, она стала очень популярной. Вы, наверное, знаете аналоговую карту у Яндекса, где люди заплатывались в Яндексе карты. Аналогично зарубежный проект «Букле», «Обдакимапе» всем известный, где данные привлежат. И суть областы в том, что этот проект никому не получит. То есть любой может сходить в интернет, взять оттуда карта в любом виде, подписать, что он берет этот зарубежный метр и использует как угодно. Это им нельзя сделать без Яндекса, без Гугли, общая принадлежа кимапе. И такое свободное использование означает большую ответственность для тех, кто ее рисует. По сути, мы можем пользоваться собственным предельником и GPS-трекером. Тем, что государство правит проекты без этих планов, всем предприятиям проекта планирования адресского плана, и очень мягким студентом в России. Гугли мы не можем, использоваться в Яндекс тоже не можем, но надо было слово «меконсорт». Что он сказал? «Видите наши цели». И последний объект – это рисунок старопатия. И опус-трекларк – это также большой объем, чисто 22 гигабайта, который любой, по крайней миссии, тот, кто здесь к ним обращается, может обращаться и обрабатывать как угодно. В частности, сделать вырузки для двигателей. Гарбин – это 20-ти кит, причем с пределами Москва-Санкт-Петербурга. Многие уже предпочитают, по-моему, в коллективную карту, потому что я ездил в коллективную карту, это будет все. Распечатка, дислайки, диагазирование на карту, диагазирование, всякая статистика, разумеется, подножки для наличных сайтов, таких как «Карты помощи». Итак, возвращаемся к людям. Восьмого июля Владимир Котельников вернулся на форум и сказал, что волонтеры вообще-то на знаках, чтобы ориентироваться в городе. Мы посмотрели на то, что есть, поделили городные части и поступили к салаге. На следующий день уже мы сделали самую усердку улиц, многие адреса, мы подготовили или частные выгрузки в Атлас, выгрузки в Гарнии в МТЛ, всем этим можно упользоваться, и, собственно, в следующий день Владимир достучал несколько карт, а с уронтером. 10-го июля нашелся анонимный способ, который купил нам снимок интегратору, то есть через два дня после «За Гейзи». Как я уже сказал, мы можем использовать длинные снимки, и поэтому пришлось, по сути, привлекать фенессивные страды. И, собственно, свечи мы были нарисовали, здесь увидел, что в большей территории было затоплено, мы обозначили, в принципе, в этой разуме убрали разрушенные донаты, добавили телепостроенные. Также, к 11-му июлянскому числу карты Крымского уже после «За Гейзи» была готова, там было более 10 тысяч адресов, там учили домов, все дороги, все, ну, большая часть, магазины взяли. Вот, мы начали отмечать длинные помощи, делали луцинацию, все такое, слабого МЧС сделать информационное доступное. В Астрале вывести карты, чтобы в Азене могли обвинять в своих адресах, платили в тело вторых патч-картуса на 50 штук, и в свою третью патч-картусах все это в Азене раздал. Что нас все тут было? По сути, только тест незаметной статьи в интерфаксе, который мне присылал Азен в Азене на наших посетях, и одно из видов заметок применения, потому что нашу карту впервые используем как подложку в карте помощи на Крымске. Это подформа Ушакиды, вы уже, наверное, знаете. Но в Крымске сложилась интересная ситуация из карты помощи. У Шакиды замечательная подформа. Те, кто хотят помочь, ставят Ушакиды, пишут номер туда может дать смс, и считают, что наше нам было сделано. «Давайте, мы отнесем на карту все наши прощения». Что они забывают, что в месте неприятности, скорее всего, нет Wi-Fi, а через GPLs один этот сайт дали с полчаса. Еще десять минут уже на то, чтобы прочитать, что случилось на пляжную точку. «Давайте». Поэтому золотеные места мы не можем прижимать себе карты и просто вели таблицу в уголоке, где отмечали где, кто, что нужно сделать, а кто на тему работает. И когда эта таблица выросла до полу тысячи секунтов, они поняли, что это не очень эффективно, и попросили нас доставить стоящую точку на карте. Тем более, что мы уже видим, что там есть. Наша программистная ТЗ здесь был один из людей не стал ждать и просто обычно упрошелся по всему одну списку и по нашим сайте в колесе карты поставилась встреча. Сразу была готова быть с оргазмами на бетеллах, и можно было как-то как-то. Для этого бетелла было пять достаточно. И через несколько дней ему сделали замену для и просто таблицей, которые все не пройдут. Это разумеется сочетание. В 13 июня мы знаем, какие карты пользуются МЧС. это довольно печальная история. По сути МЧС в государственных послужбах у них есть все ресурсы. Они могут обратиться в средства, задействовать армию администрацию и администрацию спросить адресных планов. Вместо этого они купили какую-то карту 80-го года где оживительно всем. А по вопросу волонтеров говорили, что движетесь и нам волонтеров еще не должен быть. но через три дня все через три дня смогут не пробиться и отдать им запасы. Так же как они извились года или два назад когда с пожарами давали но мне кажется они собственные инструкции абсолютно не просто есть много известных общемировых примеров где он выступил такой как Новогинев в Галинте 2009 года акциональная Олимпуни в Сынае взаимокресения в Трач-Черчинной Зеландии Владимир в Украине ну собственно уже довольно опытно занимаются вот это пример такого интересного характера для России разумеется русская сообщества для этого отладывали технологии быстрого рисования так же не бегали на но здесь наша скорость прогрессит и разумеется это скрыло несколько проблем главная скорость никто не знает была настройка то есть по сути через два дня после наводнения в интернете была лучшая дни как в Крымске с удобными и обвлекаться по сути было несколько сотен человек и как следствие не было обратных связан то есть люди из Крымска не могли им сказать где там открылись время где улица перекрылась мы не смогли это написать например в случае сгоните некоторые участники опустыхня в замене они скальзировались и поехали на место чтобы просто самостоятельно смотреть что участвовали но в этом случае ученые занимались активами а то есть участие было ну собственно через неделю после наводнения мы посчитали что наши опыты сделаны с карты искали все подвезли сайты настроили и все из нашей части пользовались и все наши опыты сделал дальше работе в завеси месяца 20 спустя большинство платёров не разбериха первых дней зашла на них тем, на то, что остались они более крепко организовались можно даже сказать полувоенная структура настолько хорошо что их начали с их услугами уже не думали о том как обеспечить беспокойтесь в размере байков установленных нормальных и все так ну собственно забывайте СМИ ЧАС локтеров которые делают так что все будет хорошо и поскольку это секция про то сайт мы и собственно идея как-то решительство у меня очень проста шаг 1 обойти свой квартал записать где находятся магазины и аптеки записать информацию сфотографировать все такое обычное дело второе сделать простой сайт где наши карты будут у вас есть собранные точки все магазины название для описания возможно момента и добавить машины транспорта которые уходят за тот портал добавить важные телефоны и в итоге получится идеальный портал и жители этого ну и третий пункт сделан испробник с карты реагировать с обозначенными точками и с маршрутами с телефонов хитростью за этим таблим подъезд совместить эти распечатки реформационные щиты возможно сделать листов метро сдачи и со ссылки на сайт сделают это конечно не конструирование скаминет и наблюдание с принципиальным органом с целью сделать яд но по-моему это тоже очень важно для соседей потому что случилось то они будут знать что до поликлининги можно доехать не только метро но и любую из трех машин какого-то значимого вот собственно это все но я весь расположен по-моему по-моему а какие свои были было вообще интересно в какой информации нам по-моему по-моему округе нам кажется становится понятно какие потребности и запрываются по-моему начали процент соотношениям то есть может быть вас было много отмечных магазинов которые будут приватывать но мало там веще всего Главное, что попросили волонтера, это адреса. То есть, как я показал мне, было так, что адресам не требуется помощь, но они совершенно не ориентировались в городе. Поэтому это первое, что мы начали делать. Нашли адрес в План Крымска и начали трагично помещать себе адреса на карту. И, понятно, что выгрузили на карту, то есть, что я стараюсь с вами будет переляться за дорогу. Следующее, что потребовалось, это как раз пункты помощи. Вакцинация, умеряк, чистая вода. Ну, там, было подобное. Но это тоже в гостинице, наверное, что это на голубейшем доме, это уже на десятках секунды. То есть, адреса и пункты помощи. Это самое-самое. Магазины, волонтеры, на самом деле, не очень нужны, потому что, в первом случае, все сконцентрировано в центре, и можно было выйти на улицу и все увидеть. Тем не менее, что в самый центр, там, просто не очень сильно зайдет. Так что, самое главное, то есть, сами люди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok